В общем, я и я за OpenStreetMap И продолжим немного тему, какую жизнь можно найти в данных OpenStreetMap И что там с этим делать OpenStreetMap обычно воспринимается как любительский проект Простая модель данных, каждый может начать рисовать То есть открыть случайное место, и вот здесь пешеходная дорога нарисована к муфтирам Сплошная или необычная дорога, точки, за которые можно двигать Домики прямоугольники нарисованы Все очень просто, и большая часть OpenStreetMap выглядит примерно так Но бывают времена, когда натыкаешься на что-нибудь подобное И зачем, и как вообще люди это делают в OpenStreetMap Который, кажется, не предназначен для таких сложных штук И что это вообще такое Вот И сегодня я немного про это расскажу То есть сегодня я расскажу про трехмерность в OpenStreetMap Почему я? Хотя я за всю жизнь, наверное, нарисовал пару трехмерных домиков Вот, и как-то этим больше занимаются другие Вот, Александр больше занимается Вот Ну, например, я работаю в МЭП-СМИ, у нас есть трехмерные домики Достаточно положено Вот, ну и я подумал, что интересного рассказать И вот последние два дня, дни и ночи проводил в чтении вики-страниц в поиске примеров Вот, и теперь вы посмотрите на 50-слайдовые результаты Итак, трехмерность это вообще очень популярный оттенок Я сделал несколько запросов по статистике OpenStreetMap По части домиков Вот, и в OpenStreetMap почти в 10 миллионов зданий указано количество этажей И в полтора миллионов указана форма крыши даже Вот, ну и так далее, и так далее То есть огромное количество данных для правильного отображения в трехмерном виде Вот, более 10 веб-сайтов, которые по-разному, но одни и те же данные отображают в трехмерном виде Не говоря уже о приложениях, о всяких скриптах преобразований и так далее Google Summer of Code, там OpenStreetMap из года в год участвует За последние 3 года 5 проектов Blue Summer of Code было посвящено в том или ином виде трехмерным объектам Вот, ну и наконец-то целая пища пропилитальных альтернатив То есть на почти всех пропилитальных картах вы можете найти трехмерные здания На Google, на Яндексе, на Here, на TomTom и так далее, и так далее Вот, есть государственные инициативы, там, может быть, вы слышали, делают трехмерные карты городов Там, по-моему, Челябинск, Курск и так далее Да, в общем, да, все знаете сами Вот, то есть трехмерность такая популярная тема И посмотрим, как она, что с ней делать в OpenStreetMap Вот, ну, большая часть трехмерности, разумеется, касается зданий Потому что в OpenStreetMap, например, нет рельефа Сама модель ТАН их не предназначена для крайней информации о рельефе Да и зачем, когда у нас есть открытые модели типа SFTN, ASTOR и так далее Вот, поэтому в основном это у нас здание Здание OpenStreetMap Очень простой объект Четыре отрезка, четыре точки Вот, мы нарисовали здание Повесили на него тег Building Yes И все, это здание на карте Вот, разумеется, можно конкретизировать То есть можно указать, что это отдельно стоящее жилое здание Или что это гараж Вот, или что это, да, стрелка Как-то, заводское здание и так далее И так далее Целая куча разных типов Но суть в том, что это всего лишь две строчки Как сделать нам, как это здание нам вытянутся? Сам простой способ указать количество этажей Тот самый тег, который 10 миллионов уже в базе Вот, то есть если мы укажем Building Level все равно 2 То у нас будет двухэтажное здание Вот, и этой информации нам достаточно Чтобы красиво отрендерить очень большое количество районов Например, Москвы Вот это вот где-то здесь, неподалеку То есть видно здесь два этажа, четыре этажа Здесь дофига этажа и так далее Это здание через дорогу от нас Вот, но этой информации недостаточно В OpenStreme это свободная модель тегирования То есть любой может придумать новый тег Новую строчку с значениями И добавлять их Что можно добавить в количестве этажей? Можно добавить цвет и материал, допустим, здание Вот, и другой район Москвы начинает выглядеть вот так Вот, то есть, ну понятно, цвет, как обычный цвет Материал там кирпичи, бетон и так далее Вот, но это касается сторон здания То есть, видите, здесь фиолетовые стороны Там бежевые и так далее Вот, аналогичные теги есть для крыш Вот, то есть можно уже увидеть крыши разного цвета Белые, черные и так далее, и так далее Вот, но опять же Теперь мы раскрасили стороны и крыши И указали количество этажей А что делать, если крыши у нас не плоские Как, например, здесь Вообще есть целая куча разных вариантов Вот И для этого тоже есть тег И он, разумеется, называется roof shape Вот В 2012 году Несколько участников OpenStreetMap Собрались в Германии На воркшоп по трехмерности И сделали модель Simple 3D Buildings Это набор тегов С помощью которых можно отрисовывать трехмерные здания Вот Это достаточно простой набор Поэтому simple Вот Но и достаточно универсальный То есть тот же roof shape Он У него есть несколько десятков разных значений Которые позволяют, в общем-то Почти любую форму крыши указать Особенно в сочетаниях Вот Это лишь некоторые из них Разумеется, немцы не были бы немцами Если бы не придумали Более Более подробную классификацию Вот То есть Ну, в общем, примерно любые типы крыш Это все Те рисования крыш Вот Это вики-страница Я сначала думал открыть Но так, наверное, эффектнее В общем, так далее и так далее Вот И после всего этого кажется, что Так Сейчас После всего этого кажется, что Можно отметить Примерно любой дом Какая длинная страница Что мне, в принципе, избежать Так Сейчас Нет Я знаю, что не удалось ничего Нюх Субтитры сделал DimaTorzok Продолжим Так вот, куча видов крыши, этажность, цвета Можно, кажется, оформить любое здание Но это еще не все Дело в том, что бывают дома сложнее, чем просто основа и какая-то крыша Например, довольно простой пример Здание на стилобате Здесь уже формой крыши не отделаешься Или цветом фасад Как его рисуют? Ну, как иначе, кроме как два контура дома Один внутри для высокой части, один снаружи для стилобата То есть снаружи здания, внутри здания, ну, собственно, получается дом в доме Вот, и это не всегда хорошо, потому что на какой из этих домов, например, ставить адрес У них же, наверное, одинаковый адрес И конструктивно, скорее всего, это один и тот же дом Давайте посмотрим на здание, которое находится в двух кварталах отсюда Вот, оно выглядит конструктивно примерно так же То есть это единое здание с единым адресом И внутри оно, скорее всего, единое Можно пройти отсюда до сюда Но при этом у него разное количество этажей Здесь явно два этажа Здесь по одному этажу Ну, еще и разные формы крыши Вот, как его отрисоваться И для этого в простой модели 3D-зданий Был введен тег Building 2.part Это часть здания То есть мы просто берем здание и нарезаем на фрагменты Которые мы можем закортировать с использованием того, что я рассказывал вначале Вот Ну и начинаем резать Вот у нас есть здание Вот, у него есть три части, которые мы можем нормально описать Building Levels 1, 2 и 1 Вот, можно там форму крыши указать Там и так далее, и так далее Вот Но что делать с адресом? Адрес должен висеть на всем здании Поэтому мы рисуем общий контур На котором уже поставляем все теги, соответственные для всего здания целиком Например, цвет фасада Например, адрес Там и предприятие, которое находится внутри И так далее, и так далее Вот, что я еще не упомянул про рисование 3D зданий Это как рисовать кусочки зданий, которые находятся в воздухе Как, например, эта перемычка Вот, то есть здесь обычной высотой не отделаешься Вот, для таких штучек есть Min Level Это высота снизу То есть из этих двух значений видно, что высота этой штуки один этаж И она находится на 22 этаже Вот, и собственно все Остальное в этом здании можно точно так же порезать На кусочки через билдинг-парты Оформить Высота 27, 27 и здесь 5 Вот, и склеить это все в единое здание У нас в обществе нарисовали несколько картинок Которые помогают правильно запомнить теги и правильно разрезать здания Вот это одна из них, наверное, самая наглядная Но, в принципе, с небольшим пространственным воображением Можно понять, как этот домик разрезать на прямоугольные На прелепипеды и оформить их в формате в Мастер-Плэм Вот, и того, что я рассказал, в принципе, должно хватить На рисование всяких сингапурских странных домиков Вот, здесь видно, что это обычные пятиэтажки Просто склеенные обыгак Смотрите, картинки, которые представлены в нашем сообществе Они лежат по этому адресу Вот, там все четыре штуки И там объясняется, как правильно разрезать домики в разном виде То есть, алабатья, разновысотные С дыркой в середине и так далее Вот, возвращаясь к картинке из начала доклада Что это вообще такое? То есть, понятно, что если что-то не поддается Методу пристального взгляда, непонятно, что это То это, скорее всего, относится к трехмерным зданиям Вот, и это же, конечно, здание собора Храма Штук-Крестного Спасителя Вот, оно нарисовано, конечно, очень подробно Вот, то есть, это все по данному OpenStreetMet Вот, и эта схема, простая схема трехмерных зданий Она позволяет нарисовать более сложные штуки Как, например, этот стадион в Польше Вот, он нарисован реально детально То есть, как я уже объяснил, все рисуется кусочками здания То есть, все эти штырьки, все эти лестницы Это все как бы здания такие С разными цветами и материалами фасада Материал стекло, материал бетон и так далее Вот, все эти ступеньки отрисованы Вот, даже внутри стадиона, в общем, тоже отрисовано Кстати, подробно Вот, то есть, вы представляете, что Используя эту простую схему Можно рисовать довольно сложные здания Но как это потом поддерживать И кортировать, не очень понятно Но немцы не были бы немцами Если бы не придумали еще более сложные схемы Вот, то есть, схема, которую я описал Называется Simple 3D Buildings Простая схема рисования зданий Разумеется, есть Full 3D Buildings Полная схема Но она больше похожа на схему отрисовки внутренности зданий Вот, то есть, они просто берутся поэтажный план такого вида Вот, и в этой схеме прописаны теги для обозначения Каждого элемента этого плана Для дверей, для окон, для стен, лестниц Вот этих осевых линий пешеходных проходов И помещений То есть, вот этот набор тегов Я посмотрел, как широко это используется в OpenStreetMap Вот, и видно, что хотя комнат в OpenStreetMap назначены полторы тысячи Стен всего 60 штук Вот, ну и так далее Вот, вообще в мире примерно 50 зданий обозначены схемой Full 3D Buildings Вот, но в этой схеме есть несколько недостатков Потому что я не нашел зданий, которые нарисованы целиком от начала до конца по этой схеме Обычно, вот как в Архангельске, кто-то начинает это делать и его быстро задалбывает Вот, и я не нашел ни одного сайта, ни одного приложения, ни одного скрипта, который поддерживал эту схему Вот, так что Simple 3D Buildings остается де-факто стандартом И мы сейчас посмотрим, что вообще с ней можно сделать Вот, ну, прежде всего нарисовать То есть, для популярного реактора джоса есть плагин, который все эти домики в отдельном окошке сразу отображает И можно делать сложные штуки и сразу смотреть, что вы сделали Поскольку рисование у пастер-клепа очень среди программирования Когда в одном месте что-то пишут какие-то буковки И в другом месте появляется картинка Вот, то этот плагин существенно облегчает работу Потому что с учетом схемы трехмерных зданий не всегда понятно, как буковки соответствуют трехмерным моделям Вот, разумеется, можно посмотреть на трехмерные карты Вот, это всего лишь шесть из около дюжины сайтов На которых ты можешь посмотреть Вот, здесь в презентации есть ссылки и примеры Не знаю, вам показать кусочек Москвы, например Давайте Да, здесь очень странно выглядит То, что вот это предполагается какие-то текстуры Вот, здесь еще Это вообще очень сложный плагин Вот, тем, кто его писал Стало не хватать 3D-знания И они переключились на знаки вдоль дорог На полосы, направление движения по полосам И вообще там Вот, то есть такой маленький 3D-рендер Внутри популярного редактора Ну, например, вот Это несколько мест с примерами, где что-то нарисовано Например, возьмем в 4 номер, как самый красивый И возьмем в 3 номер Кюру Вот, там сейчас конч, поэтому здесь все такое село Так, и давайте чуть-чуть на поменьше Вот здание, в котором некоторые узнают, как и русский собор Ну и здесь, понятно, что сознатель сервисами ограничились рисованием зданий Поэтому они вот Рождественские елки, стыковики тут Ну, всякие заборы Вот, на самом деле Очень прозвольный редактор То есть Есть река Днем по рекам плавают корабли Вот, фонтаны здесь Пьют, где есть фонтаны Вот, где стройка, там, кран, что-то делают Вообще И все это по данному опыту Выстреляют это? Ну, это WebGL Они все выстреляют Продолжай Вот, посмотреть Ладно, в браузер можно Там повтыкать на 3 здания Вот Но также эти данные можно взять к себе в приложение То есть, покрутить это в смысле в своем приложении Или в приложении для 3D-моделирования Вот, как, например, этот кусочек, по-моему, Кёльна Сделан в приложении OSM2World Это не столько приложение, сколько программа Которая преобразует OpenStreetMap В форматы для приложений, работающих с 3D Такие как Blender, 3ds Max, PowerRay Игровой движок Unity Ну, и просто картинки Вот, то есть, если вам нужно получить 3D-модель из OpenStreetMap То это OSM2World Вот, ну и, наконец, потрогать Это распечатанная модель тоже из OpenStreetMap Вот, но там последовательность примерно очевидна То есть, экспортировали с помощью OSM2World в Blender И дальше, с помощью специализированных программ Сделали модель для 3D-принтера и напечатали Вот, это довольно перспективное направление для навигации слабовидящих То есть, ему выдают не обычные бумажные карты, на которых нарисованы на дороге А вот такие рельефные карты Которые они могут использовать для навигации Вот, ну и, наконец, рисовать здание С помощью строк и чисел Это не очень эффективно И всегда есть виды зданий, которые таким способом не нарисуешь Вот, поэтому сейчас идет тенденция заменять всю эту модель Просто отдельной базой трехмерных моделей Которые делаются в нормальных трехмерных приложениях Вот, в частности, такая база есть у этой карты F4Map, которую я вам только что показывал Вот, там есть соборы, там есть сельская левая башня Вот, и несколько десятков моделей своих Вот, они очень детализованно нарисованы, с текстурами Вот, и выглядят настоящие Вот, при этом вставлены на место соответствующие здания в области FMap Вот, но это база проприетарная То есть, мы не можем ее посмотреть Мы не можем даже посчитать количество объектов Вот, она вся принадлежит разработчику F4Map Которые тоже проприетарная задумка Вот, в 2012 году сделали первую открытую базу трехмерных моделей Open Building Models Там они хранятся в формате VRML И их там не очень много За 5 лет их сделали всего 120 штук Вот, в чем плюсы этой базы моделей Два плюса Во-первых, она открытая То есть, все модели открытых лицензий Можно использовать в своих приложениях Вот, и она связана с OpenStreetMap Причем правильным способом То есть, в OpenStreetMap объектом, например, на контур этого домика Ставится тег с номером модельки из этой базы И специализированные приложения, как, например, SM3D Могут вместо рисования базы домика из OpenStreetMap Рисовать домик из базы Вот, но база не очень популярная Как я сказал, что у вас модели это всего ничего Причем большинство из них немецкие города Вот, и на прошлом Ну, на ГУСАМОВКОД этого года была разработана вторая база Которая, возможно, станет более популярной Вот, она незатейливо называется 3D Model Repository Вот, и работает примерно по тому же принципу Связывается с данными OpenStreetMap Вот, и все Причем, приложение могут ее использовать Вот, но она использует современные форматы данных Она просто более удобна в работе Вот, так что, скорее всего, она рано или поздно длится Вот, это все, что я хотел сказать Спасибо Какие-то вопросы? А что-то есть, какие-то теги для этажей Там, минус первый, минус второй? Метрополитен Нет, метрополитен это... Номера этажей, они больше относятся к схеме Рисование планов зданий Про которые Александр рассказывал На одной из первых схемотехник Вот, то есть, для рисования Как-то первого домика Не нужно указывать номера этажей Достаточно указать их общее количество Нет, ну, когда вот мы Отписываем часть Дуденый квартет Мы же там пишем, на каком они Нет, ну, если хочется подземные этажи Тоже сделать в модели То, да, можно указать на минус первое место И так далее То есть, ноль это просто уровень земли Относительно него можно идти вверх и вниз А вот там, на той распечатанной модели Там вроде как бы еще рельеф был Вот этот рельеф уже был наложен, да? Он взят из-за другого? Да Как я говорил, в оба степей рельеф не моделируется Поэтому он был взят из Да, из СРТМа То есть, от каждого рельефа От каждого рельефа От каждого рельефа Похожа Продолжение следует...